итак сегодня собственно все утро косили траву с 10 утра в этом польша очень похоже на рашку только сейчас наверно закончили от меня за ебало я не понимаю зачем косить траву можно посадить такую низкорастующее если они хотят газонов а так от этих газонов больше вреда чем пользы ну вот это заказ поления я думаю курить запрещено значит тут сигналить запрещено день добрый вот в общем так выглядит район где я остановился небольшой магазинчик в общем район тихий достаточно если бы не косили траву в остальном далековато конечно от центра но нормально конечная станция метро и чуть подальше тут находится метро депо вот так вот в общем у метро торгуют всякой всячиной так вот это называется польский рынок люди торгуют клубника тут надо взять чуть-чуть я думаю чего нибудь так вот это Добро пожаловать на наш канал! Сегодня вечером я решил погулять по Варшаве. Договорились встретиться около Национального музея. Я подъехал уже, жду пацанов местных в надежде на то, что они мне расскажут про местные тусовочные места в Варшаве. Итак, мы с чуваком пришли на какой-то ивент. Тут кругом люди одни бухие. Скажи «Хеллоу». «Хеллоу». В общем, люди какие-то бухие кругом. И тут пытаются всякие чернокожие иностранцы склеить польских девушек. Вот друг мне подсказывает, что это курвы. Но по-русски это значит «блядья». Ну, я на самом деле не знаю, что это такое. Короче, ну, я думаю, нам стоит тоже кого-нибудь попробовать склеить. Не зря же мы сюда пришли, правда? Правда. Ты зря думаешь? Нет. Не, не зря, окей. Вот и я думаю, что не зря. Зачем мы, иначе мы сюда шли? Вон, короче, тут мост похож на Роттердамский Эрасмис-бридж. А мы сейчас за мной как раз очень известный район. Прага называется. Прага... Прага из Марсинбека? Окей. Окей. Ну, в общем, все вот так вот. Наверно, трансляцию обрываем. Попробуем поговорить с кем-нибудь. Я в моем видео селфи. Никогда на партии. Никогда. Попробуем это. Я, короче, пьяное чмо. Люди не хотят, чтобы я их снимал. Вы не хотите, чтобы я их снимал? Не хотите, скажешь? Хочешь сказать что-нибудь на камеру? Эээ... Окей. Ебаный в рот. Ебаный в рот. Как это выглядит? Ебаный в рот, правильно. Ебаный в рот. Мадам, ты хочешь сказать что-нибудь на камеру? Нет. Просто рады. Я скажу что-нибудь в полице. Сейчас скажу что-нибудь в полице и у необходимо попить это. Понятно? Окей. Пан Рощепчиковики Викковского и Объяснюю что-нибудь между прочим. Пан Рощепчиковики Викковского? Окей. Йола Лояльна. Йола Лояльна. И в принципе вот так вот я под каким-то мостом забухал в Варшаве. Дай привет на камеру. Привет, я из Варшавы. Меня зовут Миштан. Такая вот веселая пьянка в Варшаве получилась совершенно спонтанно. Всем спасибо. Итак, я набуханный. Возвращаюсь к станции метро. В надежде вернуться как-нибудь домой. Я чуть-чуть погулял по Варшаве ночной. Я очень рад. Я вообще социальный человек. Но, к сожалению, что-то какие-то люди тут в Варшаве тоже, мне кажется, похожи на российское общество. Люди ни хрена не улыбаются. Ну, может быть чуть-чуть получше, но я не думаю, что это намного. Но все же. Только одно поколение или два поменялось со времен советской эпохи. А я тем временем иду к станции метро. Ладно. Посмотрим, что будет в Западной Европе. Может быть там будет что-то поинтереснее. Так, я среди ночи пришел к метро. Я не знаю, смогу ли я уехать на свои кабаты. Будет очень плохо, если я не уеду. А эскалатор вниз не работает? Или работает? А! Ради меня запустился. С лавой эскалатором. Там что мне нужно? А, мне нужно теперь как-то войти в метро. Ага. Значит так. Там хоть поезда-то есть? Так. А вот и непонятно. Надо искать теперь карту. Этот сдал карту, чувак. Один сказал, что в метро без проблем по ней войдешь. Понятно. Войду, да? Это хоть работает? Блять. Ни один не работает. Что за пиздец? О, сработал отлично. Значит, надо переходить где-то, походу. Мне как-то страшно немного. На станции кроме меня никого. В принципе, я освоил скилл. спанья на рабочем месте. На своей предыдущей работе. А где? Я думаю. Вот сейчас у меня та встреча с хостом новым. Где-то несколько часов есть. И есть идея где-нибудь вот на таких вот можно поспать. А можно, например, пройти в сторону туалета. И попробовать вот тут вот заснуть. Чуваки с сумками. Но этих вот штук, к сожалению, тут не очень много. Такие вот туалеты тут с растительностью. Ну что, что еще есть? Блин. Я вообще думаю, надо в торговых местах оборудовать места для сна. Чтобы можно было все себе отключиться. Это была бы очень полезная функция для таких путешественников, как я. Вроде бомжатинкой. Правда... Да, бомжатинок было. Но я тоже, в принципе, бомж. Давайте попробуем вот так с помощью рюкзака. Мне удалось сделать только что-то удобнее это место. Это вроде штука побольше, чем это. Мне так кажется. Правда побольше. Думаю, надо на это устроиться. Я не знаю, что из этого выйдет. Посмотрим. Это прятунел. Польша тунел. Пша ту же тунел. Пша ту же тунел. Пша ту же тунел? Я решил погулять с моим хостом в Варшаве по прятунелу. А я ничего не понимаю Ничего не понимаю Это какой номер этого брыжа? Не помню Это Понятовский Мост Понятовский Мост Понятовского Понятовский был последний king Полный А тут под мостом находится опущенное центро Тут под мостом какой-то центр непонятно какой Кокошка Немо кошка Немо кошка Кокошка это курица по-моему А цыпленок Это чикен Это маленькая курица Окей, чикен Чикен это генерал Маленькая курица Маленькая курка Курка Курчак еще есть Курка 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 Куркоды Курка Один Нет Как- Дмитрий Я с Faris Я сyear Куркод Курка Туда же есть вот такие вот народные проходы. Итак, смотрим на варшавские достопримечательности. Тут какие-то трубы орут. Я думаю, что это какая-то... Ну, фейковые звуки. Ну, не знаю. Аня, не думаешь, что звуки этих трубов фейков? Нет. Нет? Нет, они не. Это не фейковые звуки. Нет, это не фейковые звуки. Нет. Мне говорят, что не фейковые звуки. Нет, это не фейковые. Настоящие. Там есть мост в Шентакшиске. Мост в Шентакшиске. Да. Какой-то стадион. В общем, тут еще есть какие-то овечки, на которых можно посидеть. Да, вот я писал. Может быть, это пошлые намеки, но я не знаю. А еще есть какая-то звонкая штука металлическая. А это вот научный музей астрономии Николая Коперника. Ну, короче, вот так можно прыгнуть. Так вот это звонит. Это, я так подозреваю, вентиляционные трубы метро. Вот, ночная Варшава, традиционные достопримечательности. Субтитры сделал DimaTorzok